так это не подходит так это тоже не подходит кто-то сегодня потеряны что ли приветствую вас дорогие друзья сегодня говорим о том да у человека серьезный упадок душевных сил внутренний мир человека до сих пор является до конца неразгаданным вот как лечить человека когда у него болит душа самым распространенным может быть диагноз депрессия а знаем ли мы что это такое что такое депрессия это когда у человека как бы случилась какая-то проблема и он грустит ну тяжко на душе ну когда что-то плохо и уходишь себя наверное не знаю не могу сказать не сталкивался это когда человек очень очень грустный ему да можно сказать не хочется жить оставь меня старушка я в печали а у тебя бывает депрессия иногда да нет но периодически бывает бывает депрессия конечно куда она денется а как она проявляется если не секрет до тяжелое настроение блин все плохо нежелание с кем-то разговаривать общение грустное настроение иногда слезы то есть вот так вот часто плачешь да заметно сразу что в себе мысли в себе думаешь себе задумчивый а как думаете что влияет да как и у всех людей на на проблему на работе личной жизни с деньгами и так далее ну если поругайся дома что-то не в порядке депрессия это психическое расстройство которое сопровождается целым рядом целым комплексом проявлений в частности снижением настроения утомляемостью общем пониженным фоном к жизнедеятельности особыми проявлениями характера эмоций угнетенным состоянием я бы так сказала болезни как испытание все это все от аллаха да то есть не сам человек будет сам конечно человек является сам причиной тому но болезни человека могут настигнуть только по воле всевышнего аллаха и лечение от этих болезней также находится в руках аллаха субхана ахуатяля и нам мусульманам не стоит опускать свои руки когда человек одаряла какая-то болезнь в частности это депрессия а нужно искать пути исцеления от этой болезни и они указаны как в коране так и в хадисах пророк алейхи салям если у вас температура то минимум на пару дней вы сможете отпуститься с работы а вот если вам не хочется идти на работу отпустят ли вас ответ еще один давайте узнаем какое же наше отношение депрессии депрессия насколько серьезно вообще заболевание вообще насколько серьезная штука они серьезные просто ничего не хочется делать и все некоторые ученые говорят что это влияет именно на на человека на физическое состояние нет именно депрессии не влияет это не серьезно здесь не кажется серьезно я думаю что последнее время очень серьезно то очень серьезная проблема потому что она может привести к очень тяжелым последствиями человек не может допустим владеть какими-то навыками самообладания выйти из каких-то пределов ограничение и естественно это может привести каким-то тяжелым состоятельством Вот люди в депрессии могут сделать что-нибудь с собой. Например? Да, скорее всего, спрыгнуть. Можно нагрубить на человека, ну, как бы не обдумав свое решение. На что можно прийти? Да, я думаю, на все сферы жизни. А, и в первую очередь на здоровье, конечно. Как говорится, все болезни от неров. Безусловно, депрессия относится к разрядам серьезных заболеваний, особенно если она запущенная и продолжается уже достаточно долго, потому что она может фактически вообще лишить человека радости жизни, работоспособности, желания что-то делать. То есть это достаточно серьезная проблема, и нельзя не обращать на нее внимания. Если мы имеем дело с запущенной формой депрессии, уже достаточно длительно продолжающейся и глубокой, то здесь, к сожалению, не обойтись без медикаментозного лечения, и необходимо посетить врача-невролога, который бы это лечение назначил. Ни в коем случае, конечно, нельзя лечиться самому. Всемирная организация здравоохранения сравнивает депрессию с эпидемией. Она занимает первое место в мире среди причин неявки на работу, второе – среди болезней, приводящих к потере трудоспособности. Депрессией страдает более 350 миллионов человек, женщины – в два раза чаще, чем мужчины. А к 2020 году депрессия может выйти на первое место среди всех заболеваний, обогнав инфекционные и сердечно-сосудистые. Наиболее депрессивные профессии – уход за пожилыми и больными людьми, а также няни. Далее – работники общепита, на третьем месте – врачи. Меньше всего депрессии подвержены ученые, архитекторы и инженеры. Между прочим, одним из первых ученых, который классифицировал депрессию, был мусульманский философ и психолог Аль Бальхи, который описал три вида депрессии. Депрессия, которая возникает как реакция на негативные события, такая легкая грусть или печаль, депрессия эндогенная внутренняя и депрессия экзогенная, то есть возникающая на какие-то внешние факторы. Причин тому могут быть очень много. Это, например, потеря близкого человека, может быть, потеря работы, особенно в наше время. Может быть, человек строил карьерный рост, и вдруг у него не получилось, потом опускает руки и одолевает его депрессия. То есть тому много причин. Депрессия может возникать по самым разнообразным причинам. Чаще всего нам знакомы депрессии, которые возникают как реакции на какое-то событие, произошедшее в нашей жизни. Естественно, негативное событие, потерю близкого, потерю работы. И тогда возникает такой стресс, длительное расстройство, которое сопровождается различными неприятными симптомами. Понижением настроения, упадком сил, апатии, снижением физической активности, сонливостью, вялостью. Но, кроме того, бывают и депрессии, которые возникают на фоне каких-то других заболеваний, например, заболеваний щитовидной железы. Бывают сезонные депрессии, возникающие от недостатка солнца. Удивительно, что депрессия может быть опаснее ушиба и даже пореза. Ранка зажила, а вот душевная рана может быть фонтаном. А мы можем даже и не обратить на это внимание. Давайте же поищем способы избавления от нее. Депрессия Делаем там хобби своим. Заниматься чем-то, чем тебе нравится. Отвлекаться с другими людьми, с друзьями. А чем ты отвлекаешься с другими людьми? Я иду с друзьями гулять. Либо с молодым человеком, провожу время, то есть вот так вот. А молодой человек не ревнует, что ты ухожешь с друзьями гулять? Нет. Так у меня ее нет. Зачем я с ней бороться, если ее нет? Ну, любить друг друга, наверное, быть более человечным. Типа у меня депрессия, давай друг друга полюбим, короче. Ну, знаете, может быть, даже как бы правильно сказать, будь добрее к окружающим. Тогда, скорее всего, у человека не будет такой депрессии. В Коране Аллах Всевышний говорит такие слова «Вас беру инна Аллаха на ассабирин». Что означает «Будьте терпеливы, ибо Аллах только с терпеливыми». Как бы исцеление от депрессии – это терпение. В одном хадисе пророк, алейхи салям, сказал «Ахаббуннасил Аллахи анфаухум». Что означает «Самые любимые люди к Аллаху – это полезные люди для других людей». Имеется в виду, нужно протянуть руку помощи. От депрессии помогает также определенные молитвы. В 28-м аяте Суры Гром говорится следующее. Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Всевышнего. Разве не поминанием Всевышнего утешаются сердца? Попробуем узнать полное значение этих строк. Поминание Аллаха, одно из них – это зикар, второе – это чтение Корана непосредственно. То есть, когда человек открывает Коран и начинает его читать, и старается вникнуть в смыслы прочитанных аятов или сур. И в это время он нормализует свои мысли, и посторонние мысли, которые мешают ему, или которые давят на него, они уходят. Поэтому Коран, как Аллах говорит, в Коране есть лечение, в самом Коране. Лечение от любых болезней, в том числе от депрессии, когда человек читает часто Коран. Самый главный совет, который я дала бы, для того, чтобы жить спокойно, живите в соответствии с Кораном, с Сунной, и соизмеряйте это со своей душой. И, конечно, такие очень мощные ресурсные молитвенные практики, чтение зикра, чтение соответствующей религиозной литературы, очень может помочь в том, чтобы избежать депрессии, или выйти из каких-то легких форм депрессии, ни в коем случае не замыкаться на каком-то вот таком вот печальном, грустном состоянии. Поделиться личными способами борьбы с депрессией решил предприниматель Марат Ишмаратов. Если я рассматриваю как мусульманин, я человек практикующий, это, конечно, это молитва регулярная, то есть чтение священного писания Корана, какие-то мольбы к Всевышнему с искренним обращением, занятие каким-то другим делом, которое тебя будет отвлекать от той проблемы, которая сложилась в личном деле, в каком-то бизнесе или в семейном. И это, я думаю, занятие спортом. Я сам человек, который увлекается спортом. Футбол, шахматы. В последнее время помогает бороться с депрессией, наверное, настольный теннис. Мы провели небольшое исследование, в ходе которого решили узнать, как бороться с депрессией. Первое. Больше двигаться и заниматься спортом. Делиться своими переживаниями с близкими, не носить в душе тревогу. Побольше поминать Всевышнего. Желаем вам быть всегда в жизни на Антонусе. Миром, дорогие мои. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok